Собираетесь заболеть? Запланируете на посещение поликлиники чуть больше времени? О том, что очереди в поликлиниках внезапно удлинились, на прошлой неделе нам сообщили нижегородцы. Теперь, перед тем, как получить направление к врачу-специалисту, в регистратуре вас попросят заполнить заявление на прикрепление к этой конкретной поликлинике. В 2015 году у нас оплата медицинской помощи в амбулаторных условиях будет проводиться по подышевому финансированию. В связи с этим мы наших пациентов просим написать заявление на прикрепление в выбранную им поликлинику. Прикрепляться к конкретной поликлинике нужно будет ежегодно, при этом никаких дополнительных бумаг или денег с пациентов не спросят. У медиков просто немного меняется схема работы, но в очередях с заявлениями стоять пациентам, пенсионерам да мамочкам. Правда, в поликлинике номер 17 Московского района сильную напряженность удалось снять, поставили несколько столов с образцами. Медперсонал достаточно хорошо объяснил, зачем заполнять эти бумаги. Это желание больных в какой поликлинике, где ближе ходить. Мне вот ближе сюда ходить. Вот только бабушки в бумагах разбираются не быстро. Где писать номер паспорта, а где полиса, еще нужно разглядеть. Пенсионерам приходят помогать их дети с полным непониманием, к чему эта писанина. Я не знаю, что изменит, но хлопот вообще-то прибавила. Она вот стоит на учете в этой поликлинике, и я думаю, что это заявление ничего бы не изменило. Собственно говоря, это вот моя точка зрения. Только заставляет нас еще раз прийти и написать лишнюю бумажку. Необходимость заставлять пенсионеров заполнять лишние бумаги действительно неясна. Ведь все финансирование в медицине и так уже давно подушевое. Врачи лечат по предъявлении полиса. Деньги поликлиники потом платит фонд обязательного медицинского страхования. А заполнять еще одно заявление надо, потому что Министерство здравоохранения решило оптимизировать старую схему работы и добавить в нее функцию раннего планирования. Это связано с тем, чтобы не было задержек финансирования. То население, которое припишется к данному лечебному учреждению, на него уже будет планировать фонд обязательного медицинского страхования какую-то сумму денег. Правда, врачи успокаивают. Нижегородцам торопиться с этим прикреплением к поликлиникам не нужно. Заявления будут принимать в течение всего следующего года по мере обращения граждан за медицинскими услугами. И вас, как и прежде, обязаны принять по полису и абсолютно бесплатно. Но готовьтесь к тому, что придется потратить чуть больше времени на оформление в поликлинике, если вы вдруг приболели. Алексей Александров, Максим Веселов, Объективно, ННТВ.